немножко клубнички это вот сорт виконда и вот большая все таки осталось мы в основном ее все скушали но там основной такая большая была вот в общем а это уже маленькие остались в общем она уже отошла но почему-то я вот на сайтах смотрела там почему писали что она поздняя но вот мы уже ее все съели собрали вот такая вот у нас клубничка и чё ты знаешь а вот так вот он мы как сюда уходим да 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 вот мы как сюда уходим и вот он начинает лаять я хотела показать кроликов я отсадила самочку вот такие крольчатки такие уже большие вчера отсадила самочку вот сейчас и пойду им резать травку вот здесь тоже самочка там и куличка хулиганишь у меня и еще вот там у меня крольчатки сейчас пойду им покажу в огороде покажу травку потому что жарко жарко и в тенечке вода есть туда воду им ставлю жарко им но в шубе он как бедненький сейчас я тебе свеженькую еще налью водичку холодненькую и травку зелененькую жарко ему жарко бедненький вот ты тоже так дышишь и вот здесь у меня такие крольчатки вот они сидят с самочкой я не буду открывать клетку мне тут убирать надо скамеечку сейчас в общем хотя травку им утром косила давала кормила своих вот всех крольчаток наелись домик пошли все в домике сидят вот они вот они вот вот они у нас еще достаточно светло ну вот в клетке не будет видно так вот наелись накормила значит нарезала травки накормила гвоздики вот здесь поставила то чтобы не открыли клетку и самочек там кормила всех своих крольчаток сегодня на ужин я делала манты вот две штучки осталось мы покушали так манты у меня значит здесь сало картошка и капуста такие ничего вкусненькие получились иначе вот кастрюлька манты шнется вот такие у меня перчики выросли вот это наш урожай вот в общем я собрала когда мясо будет когда купим мясо мы будем делать фаршированный перец только пока собрала это у меня вторые уши первые мы уже готовили мы собрали первые и готовили уже это второе уже у меня зацветают розочки это красная это стелющие по моему розочки розочки вот это розовые розочки вот они у меня тоже будут зацветать лилии красные отцветают уже вот вот этот кустик роз у меня тоже уже отцветает это розочка открылась такая красивая вот эти цветочки отцветают у меня вот пионы тоже отцвели вот и в общем вот это лилия будет свистеть это очень красивая лилия такого бежевого цвета вот собаки растявкались вот в общем я хотел показать свою клубнику которую я выписывала бейкера и не рекламирует я сама как выбрала этот сорт клубники вот и в этом году она у меня значит дала урожай урожай это сорт векода вот в общем нету но теперь хотела показать какие крупные у нее ягоды нашла вот но это вот маленькая вот а до этого вот прям крупные были вот ягодки вот ягодки вот такие вот вот а вот нет это вот белки остались сейчас может быть найду до этого которые были первые они прям были крупные такие и очень вкусные мне понравились вот здесь нету но мы уже скушали мы уже скушали вот в общем вот такой вот маленький участок у меня и там немножко пять штучек царицы мы сегодня вечером взяли ой господи в этом году взяли в магазине пять штучек значит царица сорт и так у меня здесь растут мои огурчики вот поливали кукурузу с тыквой и вот там вот прошла здесь ниже прошла вода и вон мокро стало ну пусть мокро чем сухо потому что у меня соседка опять там вот я подниму наверх опять вон наложила сухих ветвей когда она их будет сжигать не знаю в общем я очень боюсь как бы не было пожара вот ну в общем вот так вот огурчики мои растут вот здесь я подсаживала огурчики вот и здесь значит ну лук здесь я тоже подсадила где мы зеленый лук кушали я в общем и выдернула и подсадила вот у меня огурчики тоже здесь растут вот такую клетку мы делаем значит для цыплят с дверью чтобы было удобно сейчас я подальше отойду вот такая вот клетка у нас получается вот в общем вот так у меня растут огурчики я уже немножко рвала несколько штучек кушала вот но они у меня вот и желтеют и пропадают вообще целые кусты желтеют пропадают это не от того что мы их не поливаем у нас ночью очень холодно прям до нуля градуса доходит холод вот я сегодня попробую снять вот такие вот огурчики только начали вот в общем я думала сначала что они от засухи сохнут оказывается ночью холодно очень и мне кажется что они все таки это не то что от мороза но 0 градусов это все таки холодно для растений я считаю вот так у нас лук растет большая свекла у нас такая стала уже вот такая вот свекла у меня уже там я не выдергивал но уже есть вот уже побольше там где-то было я вчера смотрела ладно я сейчас не буду искать это наверное будет долго вот как я показала холодильнике я собрала оставила только вот эти манюсенькие вот перчики перчиков много есть это вот у меня горький перец бараний рог вот тоже очень много его вот такой бараний рог вот их видно они большие они высотые а где обыкновенные а где обыкновенные сладкий перец вот перчики есть я просто не стала их уже срывать вчера потому что они маленькие туда мясо не поместится чтобы покушать в общем есть перчики вот солнце светит я не вижу вот и в общем и там вот у меня еще перчики и баклажаны у меня цветут баклажаны но их съел колорадский жук вот столько у нас урожая правда било морозом в этом году здрасте в этом году это самое много кистей очень много вот такие вот большие все вот такие вот большие кисти висят много очень много прям в этом году побило немножко морозом но все равно виноград остался вот кисточки прям большие кисточки такие большие хорошие кисточки вот у меня табак вот так вырос вот так табак и я иду к своим баклажанам показать как у меня вы знаете я хотела попрыскать но они у меня цветут как я не знаю вот обрезка попрыскивающих потом не будут опыляться вот так вот у меня вот прям съедает колорадский жук съедает хожу вот прям все листья почти съел хожу вот собираю убиваю вот смотрите что осталось так жалко вот они сидят вот он сидит солнце светит в глаза я не вижу вот они ой а здесь облепили сейчас сниму ой 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 не знаю что делать и цветет и не знаю как прыскать прям цветет боюсь урожай не будет попрыскаешь вот ну и вот и здесь у меня еще перчики тоже вот я значит вчера выдернула свою капусту одну вот она у меня вот так вот сохнет это оказывается кила и утром я сегодня у себя выдернула еще одну капусту хочу показать у меня зародился про мы в прошлом году брали цветную капусту растяжу по моему на рынке вот вот тела у меня капуста заражена киллой я села сама своей вот были вот поэтому она не пропадает я вот выдернула посмотрела я думала и воды не хватает вот так мешок складываю потом не знаю придется наверно сжечь может быть в бане или где там же говорили что надо все это сжигать но не говорили я читал вчера вчера я искала ну да что ж с моей капустой то оказывается моя капуста заражена всякий лой вот я сегодня даже вот так вот кустики протяпала немножко земелькой вот это еще ничего капуста вот и завязывается вот в общем это вот вся вся вот она вот желтеет сохнет вот так у меня фасолька растет я хотела палочки так мне принесли палки но я вот сегодня как у меня времени было поставить палки чтобы натянулась на палки а вот в общем здесь вот я цветы посадила возле забора вот так вот растет это вот кабачки у меня в одной куче все повылезли с навозом вместе вот так вот растет моя кукуруза и здесь вот кое-где я значит посадила где у меня капуста вот не принялся я посадила картошку вот здесь тоже у меня капуста по краю и вот так вот у меня растет эта тыква вот такая грядочка с тыквой у меня ну и вот это кукуруза в общем вот так на улице у меня растут помидорки замочили вот белье замочили лежит все никак не может стирать не хочется на руках так избаловались на машинке стирать и вот вчера вечером дали напор я успела кое-что постирать на мощении вот и сегодня думаю если сегодня дадут опять водичку я вот это постирну что у меня замочено тоже вот так у меня на улице растут вот помидорки я вот эти помидоры все листья обрезала там тоже начала обрезать вот а там еще не обрезала нам тоже обрезать вот они лучше растут когда помните листья удаляешь они прям вот лучше растут помидорки дышат и сок набирают уже в ягоды в общем вот такая у меня без капусты в общем не знаю как в этом году будем из капусты или вся она у нас завянет пропадет в общем вот так вот такая вот у нас капуста и и значит картофель вот тоже мы собираем колорадский жук картошка у нас цветет вся где тут цветок вот картошка у нас вся цветет поэтому мы ничего не брызгаем у нас в общем в огороде нет никакой отравы на данный момент мы ходим и так собираем но правда часть урожая уничтожается жуком вот так вот фасолька вот такие вот палки принесли вот я воткнула теперь там надо вот подальше воткнуть она наверх лезла вот но так вот наш картошечка ничего высокенькая хорошая цветет и вот здесь вот тоже у меня ряд капусты вот ну не знаю я как она будет расти не будет в общем ну посмотрим в общем то собственно все и вот там я эту траву специальные выдергивала и вот так вот ложилась чтобы земля не сохла что только не дело и оставила не стал бы может быть притянять как-то будет кусок оставила специально там и не дергала эту траву вот ну в общем оказывается это кила я вытащил мне жалко было вытаскивать но когда уже завяла уже капуста я в общем вытащила и оказывается моей капусте кила вот так вот и на вот эту помидорочку желтеть я один помидорчик съела уже красненький хожу то клубничку тем то помидорку съем в общем витаминки получаю вот краснеет вот но я в том видео показывала помидорки ну ничего еще раз пробегусь покажу вот так вот у меня помидорки мои помидорки есть в общем помидорки вот я здесь тоже вот по обрезала прям цветут хорошо прямо плодоносит неплохо прям даже попала откуда-то не знаю откуда вот такой сорт интересный я видела в интернете вот они как смущ не смущенки как гармошкой вот но я его не описывала мне как-то попал на нас семенами ну так у нас чесноке вырос укроп его не выдергиваю вот в общем пусть цветет и здесь здесь у меня сын будет гараж делать поэтому мы здесь ничего не сажали и иногда так режу травку кроликам даю козе даю вот и здесь у меня морковочка наша вот я морковочку не прореживала потому что она мне так это реденько растет не сказал что очень реденько ну реденько вот и в общем уже вот тут есть морковочка вот я решила что она немножко подрастет я буду ее продергивать кушать молоденькую морковочку кушать не стала в этом году ее пропал как прореживать вот ну в общем оставила тот лук мелкий мы тоже севок сажали на зелень но мы его почему-то вот не съели вот в общем мы ели тот лук вот и там вот мы посеяли лук на севок вот вот этот лук на сего в общем не знаю что у нас получится там трава так сухенькая вот редиску мы все съели вот я там пропалывала и вот у меня опять вот мы пересадили малину ограничений нету не стоят ограничений и вот она она как сорняк лезет везде вот если бы мы тут не выдергивали она бы так лезла в общем вот так вот наш огород там цветет у нас это шиповник вон в углу мне надо было пройти показать ну ладно я уже туда не пойду ну собственно и сюда микуличка микуличка скажи всем привет микуличка скажи всем привет бимка лает вот вроде бы все всем пока пока а нет вот так вот у нас растет подсолнух подсолнух вместе с горохом вот мы специально посадили с горохом мы когда сюда уходим бима раздирается хочет бегать мы его не отпускаем потому что он своими лапами нам все топчет вот ну в общем вот горох у нас вот так вот очень часто посадил муж ну решили попробовать так посадить подсолнух мы посадили так у нас места мало сажать некуда это такой горох узбекский мы его называем вот уже вот пропаловала половина половина вот осталась вот разница такая вот это все надо тоже пропалывать для того чтобы пропалывать мы воду таскаем потому что у нас еле-еле она текет вот так вот у нас усыпана груши в этом году вот такая груша и вся усыпана на прошлом году у нас первый год плодоносила вот здесь у меня значит потесоны вот так вот раз вот здесь уже клубничка этот сорт я не знаю это когда мы купили здесь был этот сорт в общем я не знаю что это вот и там тоже потихоньку я режу козе траву специально не вырываю это я режу козе даю кормлю потому что на улице очень все выгорело и в общем у меня это нз трава такая вот нз и вот там тоже я подумала может быть они не пропалывать срезать косой не косой этим серпом срезать здесь значит у нас тоже растет горох вот в общем вот так горох подсолнухи вот яблони у нас в этом году стала плодоносить что-то что-то другая я вот покупала где-то яблочко видела тут висит вот в общем где тут яблочко что-то не вижу было здесь яблочко одно вот и в общем что-то видела сейчас не вижу вот и в общем так вот у нас тут растет это как меч это что-то молодежь огорох тоже с подсолнухом принимается наша малина вот даже цветет урожай дает вот и здесь я хочу показать вот так мы посадили значит туда милейники оттуда присадили и здесь значит я хочу показать тоже у меня это цветная капуста но здесь тоже видимо кила потому что вот сейчас тень она стоит хорошо днем утром когда утром я пришла значит она тоже вся была подвязчая вот к вечеру она вот так вот так у нас